Поделиться творческими успехами, продемонстрировать умения и навыки в декоративно-прикладном искусстве стало возможным благодаря фестивалю «Арт-пространство». На одной площадке в Хемках собрались около сотни детей округа, а также юные таланты из Москвы, Красногорска, Сергиева Посада и Подольска. А там за гулисами маленький ящик, который меня забирает на клюв. Идею создания творческого праздника поддержали председатели Советов многоквартирных домов. Инициатором фестиваля выступила председатель Совета дома номер 12 по улице Дружбы Любовь Камаева. Я надеюсь, что этот фестиваль станет ежегодным и следующий соберет еще больше участников. Мы будем расти и развиваться. Идею провести столь масштабный фестиваль поддержали химкинские депутаты Надежда Смирнова и Юлия Мамай. Творческий праздник прошел в рамках проекта «Единая Россия. Выбирай свое» и направлен на воспитание патриотизма и гордости за свою культуру и традиции. Статский корпус и администрация города с удовольствием поддержали Любовь Геннадьевну и инициативную группу. Этот проект реализуется второй раз, приносит много удовольствия взрослым и детям. Сегодня замечательный фестиваль. Я уверена, что он подарит яркие впечатления. Сегодня присутствуют зрители, участники фестиваля. Они пришли не одни. И это правильно. Они привелись сюда, на этот арт-пространство, на этот фестиваль, своих друзей, своих соседей. Председатели Советов многоквартирных домов совместно и с депутатами работой довольны. Говорят, это позволяет решать вопросы оперативно. Спасибо за ваш труд, достойный уважения и восхищения, за вашу заботу о людях. В Химках такая система сотрудничества жителей депутатов и обслуживающих организаций выстроена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина. Она соответствует принципу «житель всегда прав», озвученному губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Продолжение следует...